Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Наступило новое утро, по-моему, 3 или уже 4 февраля. Друзья, я сбилась со счёт, правда, но то, что это утро, я знаю. Я любуюсь вот таким вот чистейшим утренним снегом. Никак не могу к этому привыкнуть. Это просто кристальная чистота. И покажу вам, что вчера у меня получилось. Работала я до позднего вечера. Оштукатурила эту последнюю комнату. Теперь нигде нет аляпистых обоев, остался только аляпистый линолеум. Но ничего, это дело поправимое. Скоро будет красота везде. Знаете, так уже проходишь через спальню, через кухню, идёшь в гардеробную, там, где стоит шкаф. И так уже душа радуется, что когда-то здесь было, совсем недавно, совсем по-другому. В общем, дом начинает преображаться. Он начинает принимать моё лицо, мою душу. И меня это радует. Итак, что сегодня я буду делать? Вы видите вот эти вот шероховатости на стене? Вот это всё нужно сначала пройтись тёрочкой, потому что первый слой наносился на гипсокартон. И он был таким, ну, жиденьким, так вот скажу. Вот. А теперь всё вот это я поснимаю тёрочкой. И буду штукатурить второй раз тепло нам, а потом уже финишной шпаклёвкой витамид. Теплон – это штукатурка, витамид, шпаклёвка. Что я здесь делаю? Поскольку при работе, при шлифовке вот этой тёркой, сейчас я вам её покажу, тёркой и на ней такая сеточка. Вот эта сеточка как раз удалит вот эти ненужные шероховатости, чтобы стена была идеально ровной. Поэтому здесь будет очень много пыли. Чтобы мне предстояло меньше работы, я набила вот там на вот эту арку, ну, асоюзку, как я вчера вам сказала, гвоздики. И на эти гвоздики просто прорыванием нанизала вот этот полиэтилен. Сейчас вот здесь вот заклею скотчем, чтобы всё было герметично, и чтобы пыль не проходила вот в эту комнату. Там всё-таки и диван стоит. Ну, всё покроется пылью. Это потом всё перетряхивать. Зачем? Когда можно решить вопрос гораздо проще. Вот поэтому я сейчас всё это дело занавешу. Как же котам интересно. Они всё, вот всё, что я делаю, их интересует, они всё проверяют, и как бы всё время рядом находятся. Кстати, друзья, о котах. Помните вот этот садовый стульчик, который я обматывала этой джутовой нитью шпагата? Вот здесь этот стульчик сейчас красуется у меня в спальне, и мне наплевать, что он садовый. Он очень удобный, в нём удобно сидеть. И это мой дом, поэтому я вольно делать всё, что угодно. Итак, а вы мне там писали, Лена, возьми вот здесь вот огнём, поснимай вот эту, ну, все волоски саджута. Друзья, я не стала это делать, потому что и я, и вы мне там писали, предполагала, что коты мои будут это драть. И так и случилось. Какой смысл мне обжигать эти волоски, когда здесь эти волоски вновь появляются каждый день после коготков моих любимцев. И что же я сделала? В зоне, они же не везде дерут, ну, куда лапки достают, вот здесь, да, вот здесь вот они не трогают. То есть вот эту зону я увидела, где вот это всё ободрано. Я сверху просто намотала вот джутовый канат, уже не шпагат, а канат. Кошки это, мы знаем, что вот точка когтей, да, вот то, что они дерут, это у них природное. И от этого мы никак не можем избавиться. Поэтому, если вам не нравится ваша подранная мебель или какие-то углы, обои, значит, вам нужно просто к этой ситуации подойти со всей серьёзностью. Либо поставить когтеточки, когтедралки, чтобы коты не драли вашу мебель и чтобы им тоже было комфортно жить. То есть всё зависит от вашего отношения к ситуации. Если вы будете мотать себе нервы и гонять котов, ничего из этого хорошего не будет. Во-первых, вы измучаете себя и измучаете ваше животное. Поэтому это точно так же, вот как вы, там есть одно такое скандальное видео, когда вы увидели, что у нас коты ходят по столам и кушают масло из нашей маслёнки. Вот та же самая ситуация. Понимаете, вы там писали, воспитывать надо. Нет, друзья, воспитывать надо себя, в первую очередь, а не котов. Коту воспитывать бесполезно. У нас была одна кошка ещё на старой квартире, которая совершенно равнодушна была ко столам. Она ни разу не запрыгнула на стол, ей это было неинтересно. Ну, просто такая кошка. Понимаете, и заставить её лазить на стол тоже не представлялось возможно. Но это я, конечно, шучу. То же самое и наоборот. Вот если ваш кот лазит по столам, не нужно его ругать, не нужно его тем более бить, как некоторые делают. Вы же заводили животное, вы же брали ответственность на себя. Поэтому будьте готовы к тому, что ваш кот будет лазить по столам. Не будет вас бояться, будет вас любить так же, как и вы будете любить вашего питомца. Поэтому эта психология всё зависит от вашего отношения к данной ситуации. Ну, а я решила эту ситуацию вот кусочком джутового каната. Конечно, они всё это дело подерут. Со временем я уберу этот слой и накручу новый джутовый слой джутового каната. И мне хорошо. И стол выглядит замечательно. И кошкам тоже радость и счастье. Я вчера ещё вот эту сторону они тоже дерут. Но вот видно, да, она уже стала такой пушистой. Я и здесь обмотаю джутовым канатом. Вчера, ну, в общем, не нашла кусочка. Ну, знаю, где его взять. Но его там нужно убрать. Ну, как сказать, размотать. И дождаться, когда Алёшик привезёт новый джутовый канат. Здесь он дорого стоит. В Лёра Мерлен он подешевле. На Валберис подороже. Поэтому дождусь джутовый канат. И мы с Лёшиком поставим целое дерево. И они будут довольны и счастливы. Вот там, где полочка. И полочка – это будет их домик. Поэтому мы очень любим наших животных. И идём у них на поводу, так скажем. Не воспитываем. Мы просто их очень-очень любим. Посмотрите, что здесь творится. Здесь у нас такие вот разборки, игры. Всё возле этого полиэтилена. Он шуршит. И Монке это очень-очень нравится. Что, драться будете? Да? Вот так вот играетесь вы, да? Моне, нельзя. Нельзя, Моне, накажу. Я его наказываю, закрываю в туалете. Слушайте, пусть и даже шипит. Ну, потому что он не понимает. Он не понимает то, что он делает больно. Он в порыве игры. Вот и Кузьма пришёл. Кузьма, помогай разбираться. Монька! Сейчас пойду, закрою его. Вот так вот я наказываю. Может быть, до него дойдёт. Не то, что бить, ругаться. А просто сейчас закрою в туалете. И он там посидит какое-то время. Может быть, поймёт, что так делать. Что девочек обижать нельзя. А вот, друзья, я хочу вам показать вот эту пластмассовую кельму. Которая уже с историей. Посмотрите, сколько стен эта кельма прошла. Посмотрите, какой она сейчас трапециевидной формы. Вот здесь. И вот здесь. И вот это. Если вот приложить сюда что-то прямое. Вот так, да? Вы увидите, сколько эта кельма оштукатурила стен. И всё это было сделано моими ручками. Ещё в квартире в Московской, где я делала ремонт, и этой кельмой наносила жидкие обои. Да, и не только. Теперь в этом новом доме, и я думаю, что это моё последнее пристанище, этот новый дом, эта кельма должна выдержать ещё пару комнат и спокойно уйти на покой. Вот представляете, сколько труда вложено было, чтобы стёрся вот этот, стёрлась вот эта пластмасса. Да, вот, как говорится, без труда не вытащить и рыбку из пруда. Ну, а я сейчас переодеваюсь. Жалко, у меня нет респиратора. Будет очень пыльно. Но сейчас поищу. Может быть, хотя бы какую-то маску найду. Вот. И начну шлифовать стены. Потом штукатурить. Конечно же, вам всё покажу. Какого результата я добилась. Ну, в общем, всё увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, сейчас покажу вам вот такая сеточка. Видите, что из неё осталось? Вот. Покупала в обе. Очень хорошая штука. И вот такая тёрка на двух барашеках. То есть, здесь откручиваем и меняем вот эту вот сеточку. Она такая, как наждачная бумага, но сеточка. То есть, не целиковая. И вот так вот трем. В общем, должны очень красивые стены получиться. Я уже вижу эту комнату. В общем, осталось совсем немножко. И вуаля! Всё будет красиво. Всё будет на местах. Ну что, друзья, отшлифовала я комнату и работа встала. У нас уже третий час нет воды. Но зато вода течёт из потолка. И у нас появилась ещё одна проблема. Наш дом преподносит нам проблемы. Может быть, испытывает нашу к нему любовь. Но дом, я тебя очень люблю. Это правда. И все твои проблемы мы, конечно же, решим. Сейчас вам покажу, где стало протекать, пока нет воды в кране. Течёт вода с потолка. А течёт вода вот здесь. Вот вы видите эти капельки. Сейчас покажу, сколько уже накапало. Я подставила тазик. И вот, вот она водичка. Вот столько накапало. Ну, где-то вчера вечером я увидела эту течь. Ну, в общем, вот за вечер и за ночь. Не могу сказать, что прям сильно льёт. Но, тем не менее, течёт. Вот они, капельки, собираются и течёт. А теперь, давайте я вам покажу, потому что я уже нашла причину этой течи. И расскажу вам, почему же здесь течёт. Ну, а вначале я покажу, как я решу проблему с водой, потому что мне нужно дальше продолжать штукатурить. воды у меня нет для раствора. А вот такая большая кастрюля была забрана мной из старой квартиры на Варшавке. И она мне очень здорово сейчас поможет. Я набросала туда снега, сосулек, включила газ и будем топить воду. И потом делать раствор, чтобы делать, чтобы штукатурить стены. А теперь давайте посмотрим, почему течёт. Вот мы видим настил, профлиста, это крыша. И уклон идёт вот, я бы сказала, вот так, туда, да. Значит, вот этот профлист скорее нужно было стелить не вот так, а вот так. И вот эти вот соединения, если вы вот видите, да, вот соединение лист на лист находит, это вот соединение листов. Ну, конечно же, не может же быть размер листа таким вот большим. Естественно, как кладётся черепица, идёт внахлёст. И вот там, где этот нахлёст, как раз и, я считаю, идёт течь. Значит, весной придётся разбирать крышу и смотреть причину. Но, опять же, это мои догадки. Скорее всего, неправильное соединение, либо нужно там, ну, герметично всё это делать, не просто положить внахлёст, а ещё герметиком проходить. В общем, зимой будем это всё разбирать и смотреть. Мне не нравится. Вот, посмотрите, как висят сосульки. Они висят даже, ну, вот, не по краю, а вот из этих щелей. То есть, вторым рядом, вот видите, вторым рядом висят эти сосульки. Так не должно быть. Значит, там что-то нарушено, откуда-то уходит тепло. поэтому всё это нужно будет проверять и, конечно же, переделывать. Да, кстати, вот неправильно поставила я рамы, привезенные от дочери. Сейчас вот немножечко оттает. Ну, вот, всё на скорую руку, не подумавши. На них вот теперь течёт вода. Они уже, я их уже даже с места сдвинуть не могу. В общем, надо будет как-то их отсюда выкорчёвывать и переставлять в другое место. Давайте немножко обойдём владения. Посмотрим на дом, на сад, на огород. Вот этот сарай мы собираемся сносить, а на его месте будет стоять летняя кухня. Там туалет уличный. Кстати, там в туалете мы ходили, смотрели, там очень хорошая каменная яма. Её можно будет использовать как сливную. Ну, вода же в кухне будет и посуду мыть нужно будет. Куда-то это всё должно деваться. Вот эту яму отстаровать туалета и будем использовать. У нас сегодня солнечно, тихо, небольшой морозец. Утро был такая, знаете, туман сквозь солнце. Это очень красиво смотрелось, но я была вся там в пыли, в пылюке в этой комнате и не сразу увидела эту красоту. Вернее, я её увидела, но не было возможности взять камеру в руки и всё это поснимать для вас. Вот. Смотрите, сколько снегу. Огород у нас теперь в порядке. Чистотел вырван. Вот. А у соседей что-то вот стена мокреет. Видите, я думаю, там, скорее всего, ванная или туалет. Ну, окошко такое похожее на туалетное. И, наверное, там какая-то течь. Вот эта вот стена в этом месте вот прям вся мокрая. Посмотрите, сколько снегу намело. Всё, рука отмёрзла иду в дом. вот, друзья, добыла я воды, натаскала снега и хочу показать вам. Посмотрите, какой он чистый. Очень чистый снег. И это радует. Уже налила я порцию для раствора. Вот этим тазом я таскала снег. Вот. И сейчас пойду делать раствор и штукатурить стены. потому что день короткий, а у меня там во второй комнате буквой Г я же снимала светильник, когда мастерила вот эти светильники из фикс-прайс переделывала. И там в одной комнате нет света. Вот надо торопиться сделать хотя бы туда, куда не достаёт свет. Пойду штукатурить вторым слоем. Ну что, друзья, вода добыта со снега. натоплена. У меня есть вот такие одноразовые перчатки, которые Алеша презентовал. Я их по назначению применяю. Это самое главное назначение, так же, как и намордники, если подумать о размере этого вируса. Я думаю, вы меня поняли. В общем, это перчаточками очень поможет. И я приступаю работать. К сожалению, не могу вам показать консистенцию, а может и могу вот этого раствора. Я просто рукой накладываю это на кельму и вот таким образом наносим на стену. На сдир, то есть вот прям вот так вот сдираю. почему называется наздир, потому что от слова сдирать. Если где-то я вижу неровности на стене, конечно же, там побольше раствора и это дело выравниваю. Но таких мест на самом деле при гипсокартоновой на стене очень мало. здесь еще важно как вы держите кельму. Вы потом когда будете это делать, а я знаю, что вы обязательно будете делать, потому что мои видео вас вдохновляют и меня это очень очень радует. Вы попробуйте под разным углом наносить раствор и вы поймете как вам лучше, как ровнее, какой гладкой становится ваша стена. Ну а я продолжу работать. Сейчас буду подниматься на стул. Прохожу почему эту комнату, потому что здесь нет освещения, а вот эта блогерская лампа, на которой сейчас прикреплен телефон с камерой, она не освещает в полной мере, ну в общем не дает столько света, сколько мне нужно, а другого освещения у меня пока нет, поэтому будем стараться все уложиться до темноты, ну а потом перейдем на ту сторону, там уже падает свет с другой комнаты, и мне будет там светло. продолжаем работать. Ну что друзья, время 8 часов вечера, и я только-только закончила работу. Вот так вот сейчас выглядит стена. Это уже два слоя теплона, и уже когда немножечко подсохло, я отшлифовала на сырую, вот этой же теркой. Но сейчас инструменты уже помыты, здесь я отсоединила эту как назвать сеточку, вот она помытая сохнет на батарее, и завтра уже не придется шлифовать, уже вымыла здесь пол, отмыла стол, кстати стул очень помогает, этот стул оставили нам старые хозяева, и я в дань благодарности, когда закончится ремонт, в дань благодарности этому стулу, конечно же, я его отреставрирую, и он будет как память о том, как он нам помогал в ремонте. Вот, очень хорошо все получилось, все ровненько, все замечательно, видите, как окна запотели, вот такое испарение идет, даже себя не вижу, отражение, прям вода течет, ну, потому, что действительно здесь много влаги, много воды, раствор на воде, спасла меня талая вода сегодня, которую я набрала снегом в кастрюлю и топила на плите, что-то случилось, видимо, в городе Чеплыгин с водой, была авария и в 5 вечера, только в 5 вечера такого никогда не было, в 5 вечера дали воду, то есть, если бы я ждала эту воду, конечно бы я этого ничего бы сегодня не сделала, а дочь мне звонил, говорит, мам, у тебя есть вода, я говорю, нет, нет, Анечка, нету, у нас тоже нету, купили с папой пельмени, кстати, пельмени по 188 рублей, сибирская караона в светофоре, завтра хочу поехать тоже купить, это нормальная цена, говорит, купили, а отварить не можем, вот так вот, короче, это будет наука нам, куплю специальный резервуар, и буду хотя бы, ну, чтобы на суп сварить, чай, там, я не знаю, вот для таких случаев, вот, так что, вот такие дела, рабочий день закончен, скорее всего, сегодня уже видео, это я не смогу выгрузить на канал, очень устала, еще даже не мылась, вся грязная, в пылюке, пойду набирать ванну, слава богу, пошла вода, и буду мыться, отмываться, а потом, монтировать видео, уже, наверное, завтра выгружу, вот так вот, хотелось, конечно, сегодня, но я не думала, что я так, долго буду возиться, с этой комнатой, а потом, еще, все помыть, все эти пляжки, раствора на полу, они все поприсыхали, их сначала нужно, шпателем, отслоить, вымести, в общем, как-то так, все, мои хорошие, на этой ноте, я буду заканчивать, сегодняшний ролик, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была, Елена Ситникова, пока, пока, пока,